1969 год ознаменовался важнейшим событием в истории покорения космоса. Человек впервые высадился на Луну. После того, как Нил Армстронг и Бас Олдерин ступили на поверхность земного спутника, люди осознали, что космическая колонизация – это не что-то совсем из области фантастики. Она вполне возможно, но к ней нужно подготовиться. Так начались исследования в сфере создания живых замкнутых пространств. Самый амбициозный и масштабный проект из подобных – Биосфера-2. 26 сентября 1991 года четверо мужчины и столько же женщин стали добровольными пленниками в огромном пространстве, возведенном на склонах гор Санта-Каталина, что в штате Аризона. Они решились на смелый шаг. Жизнь внутри замкнутого мира в миниатюре ради науки. Но всё началось ещё раньше, в конце 1970-х. Американский миллиардер Эдвард Бас, выходец из богатой техасской семьи, которые сколотили состояние на нефти, познакомился с Джоном Алленом, экологом и инженером. У Аллена были невероятные идеи, которыми он вдохновил Баса на рискованный шаг и реализацию своих задумок. Уже в 80-е годы появился безумный проект, и на его реализацию Басу не жаль было выделить целых 150 миллионов долларов. Идея Аллена была на поверхности. Он хотел поместить под замкнутые прозрачные купола гектары земли, поселить там растения, животных и людей. И посмотреть, что из этого получится. Аллена интересовала, сможет ли жизнь существовать сбалансировано в замкнутом пространстве. Строительство началось в 1987 году и заняло около четырёх лет. Требовалось создать максимально воздухонепроницаемую конструкцию. Иначе обитатели комплекса не смогли бы наблюдать за изменениями плотности кислорода. В общей сложности в системе было 180 тонн воздуха. Поскольку за день он нагревался на солнце и расширялся, а ночью сжимался, инженеры придумали большие куполообразные диафрагмы для нивелирования перепадов давления. Биосферу-2 один из участников эксперимента назвал Эдемским садом на борту авианосца. И это довольно точное определение. На площади около полутора гектаров расположилась герметичная конструкция из стекла и стали. В распоряжении колонистов находились пять диких биотопов – пустыня, саванна, тропический лес, болото и скромный по размерам океан. Кроме того, у них были поля и огороды, а также лаборатории, мастерские и жилые зоны. В самом начале проекта внутрь комплекса заселили тысячи тонн биомассы. Внутри росли деревья, травы, растения, дававшие более 40 видов растительной пищи. Среди них бананы, папайя, сладкий картофель, свекла, рис, пшеница и другие. Также были пастбища коз, свинарники и курятник. В искусственных водоемах размножались рыбы и креветки. Предполагалось, что от 5% до 20% организмов вымрут. Восьми бионавтам предстояло ухаживать за животными, которые шли в пищу. Возделывать землю, следить за состоянием комплекса изнутри и проводить эксперименты. Внизу комплекса была спрятана техническая инфраструктура. Снаружи стояла станция природного газа для обеспечения энергии. Закрытая экосистема должна была на 100% обеспечивать себя водой, едой, отходами для удобрения и воздухом. Но, как обычно бывает в таких масштабных экспериментах, которые проводятся впервые, создатели комплекса допустили ряд серьезных ошибок. Едва ли не с самого старта эксперимента начались проблемы. Сначала где-то через две недели одна из колонисток, Джейн Пойнтер, лишилась кончика среднего пальца на руке во время работы с машиной по шелушению риса. Врач Биосферы-2 помочь ей не смог, в связи с чем девушке пришлось на короткое время покинуть проект. В дальнейшем важной проблемой стало падение уровня кислорода. За 16 месяцев его содержание сократилось с 21% до 14%, что считается критическим показателем. Одной из причин тому, как выяснилось, было обилие цементных конструкций. Углекислый газ реагировал с бетоном внутри биосферы-2 с образованием карбоната кальция в процессе, тем самым связывая углерод и кислород. Долгое время участники эксперимента жили в условиях близких к тем, что наблюдаются на высокогорье. Естественно, это негативно отражалось на их самочувствии. К тому же из-под контроля вышла микрофлора тропического леса, которая стала развиваться чересчур быстро. Непредвиденное размножение микроорганизмов и насекомых вызвало дополнительное потребление кислорода. По утрам под стеклянной крышей комплекса конденсировалась вода, из-за чего начинался дождь, что послужило причиной нарушения экосистемы пустыни. Также исследователям приходилось терпеть недостаток калорий. Те же насекомые и микроорганизмы, которые пожирали кислород, негативно влияли на рост сельскохозяйственных культур. Еду требовалось экономить. Мясо и рыбу поселенцы видели лишь раз в неделю. Одна из колонисток вспоминала, что после каждого приёма пищи люди дочисто вылизывали тарелки. Не в последнюю очередь именно из-за голода и недостатка кислорода начались конфликты. Бионавты разделились на две группы. Первая выступала за частичное жертвование полной изоляцией. Вторая хотела продолжать исследования в том виде, в котором они задумывались. Колонисты изрядно похудели. Так, например, достаточно крупный табер Маккалум потерял 26 килограмм и превратился в исхудалого мученика. Значительно потерял в весе даже доктора Рой Уолдорф, который был наиболее подготовлен к такому питанию. Так как являлся сторонником низкокалорийной диеты без жиров, которой приходилось придерживаться биосферианцам? На каждого приходилось по полторы тысячи калорий. Из-за конфликтов команда не могла работать вместе и слаженно двигаться вперёд. Люди старались не видеться, обедали по отдельности, а общались крайне редко. С ноября 1992 года некоторые участники эксперимента начали есть запасы семян, которые не были выращены внутри здания. А в январе 1993-го конструкцию разгерметизировали на некоторое время для закачки кислорода, чтобы компенсировать сбой в балансе системы. Это было необходимо, так как некоторые члены команды испытывали недомогание. Например, не могли закончить фразу, так как им приходилось на середине переводить дыхание и страдали отопное во сне. Это остановка дыхательных движений. Эксперимент подвергся резкой критике. И из-за вышеперечисленных фактов, и из-за обвинений в поделке данных, научный консультационный совет проекта в полном составе решил его покинуть. Фон вокруг эксперимента был по большей части негативным. Люди считали его попросту каким-то развлечением, не видя научного потенциала. Не последнюю роль в этом сыграли именно СМИ. Наконец, в 1993 году поселенца выпустили, и они смогли вернуться к нормальной жизни после двух мучительных лет, проведённых в заточении. То, что испытали колонисты, сложно было передать. Пожалуй, необычно описала первые впечатления Джейн Пойнтер. «Я бы сказала, что мы все вышли несколько чокнутыми. Я была взволнована тем, что увижу всю свою семью и друзей. В течение двух лет я видела людей через стекло, и вот все побежали ко мне. И я отпрянула. Они воняли. Люди воняют. Мы воняем лаком для волос и дезодорантом и всякой такой ерундой». Также интересна надпись, оставленная внутри биосферы 2. Только здесь мы почувствовали, насколько зависим от окружающей природы. «Если не будет деревьев, нам нечем будет дышать. Если вода загрязнится, нам нечего будет пить». В 1994 году проект лишился финансирования, а в 1995 он был превращен в исследовательский центр под надзором Колумбийского университета, который отказался предоставить финансирование для продолжения исследований после июня 2003 года. Комплекс был под угрозой, пока университет Аризоны не объявил, что возьмёт на себя исследования в биосфере 2. В 2011 году университет окончательно приобрёл комплекс и землю под ним. Там проводятся различные эксперименты, но не столь масштабные, а также постоянно проходят экскурсии для школьников и туристов. Сейчас комплекс неизолирован и представляет собой скорее ботанический сад под куполом, но в любой момент исследования в этой области можно будет продолжить. Несмотря на миллионы долларов, потраченные на строительство комплекса, эксперимент считается неудачным. Люди не добились постоянной концентрации кислорода, не смогли нормально себя прокормить и была нарушена герметизация с внешним миром. Но действительно ли это неудача? Может быть, опыт всего лишь показал, что самое слабое звено в изолированной системе – это именно человек? Так или иначе, проведённые эксперименты позволили понять, насколько сложно устроены системы нашей планеты и как плохо мы их понимаем. И несмотря на всю критику, биосфера 2 заслуженно считается самой большой замкнутой экосистемой, когда-либо созданной человеком. На сегодня у меня всё, делитесь этим видео с друзьями, пишите ваше мнение в комментариях и оценивайте его лайком или дизлайком. Пока!